Сейчас с нами на связи член полицовета партии Парнас Наталья Пелевина. Наталья, здравствуйте. Я вас приветствую. Здравствуйте. Начнем с Белоруссии. Тут некоторые заявления интересные от диктатора Лукашенко. Он предложил Москве и Киеву заключить мирный договор. Вот так он решил в качестве посредника выступить в переговорном процессе. Пресс-секретарь Путина прокомментировал это предложение словами о целях специальной военной операции и отсутствии сигналов с украинской стороны. Давайте послушаем. Разумеется, при благоприятном положении дела и при соответствующем отношении украинского режима этот вопрос может являться за столом переговоров. Пока, честно говоря, наверное, никто не может констатировать какие-либо сигналы с украинской стороны. Пока мы исходим из невозможности де юре для украинской стороны вести какие-то переговоры. О каких сигналах хочет услышать Москва от украинской стороны? Ведь, в принципе, Владимир Зеленский, президент Украины, неоднократно уже перед международными партнерами на различных площадках предложил мирный план, который построен на демократических принципах уважения международных прав и свобод. А о чем хочет услышать Москва? Ну, Москва, я думаю, просто болтает. Просто открывает рот и выходят какие-то звуки, и значения они большого не имеют. Потому что очевидно, что то, что устроило бы Москву в сегодняшнем ее состоянии, она от Киева не услышит. И поэтому я думаю, что это просто на внутреннее пользование больше реплики со стороны Бескова о том, что вот мы же вообще-то за мир. То есть это в том же самом вот русле. О том, что мы-то вообще хорошие, и мы просто ждем правильного посыла оттуда, с той стороны, а вот они такие вот редиски, как говорилось в одном фильме, не готовы, значит, рационально смотреть на вещи. То, что все наоборот, ну, это понятно, что не волнует. Главное, да, граждан, донеси вот общую эмоцию, что мы-то вообще за мир. И были с самого начала, как они постоянно даже умудряются повторять, что это они мирные во всей этой истории. И что и сейчас переговоры, конечно, просто надо услышать правильное. А поэтому говорить им, что они хотят услышать, но это не требуется для того, чтобы просто дальше ковыряться, ковыряться, как в спагетте, в мозгах людей, в районе России, я имею в виду. Поэтому они, собственно, не обозначают, что это может быть. Ну, я вспоминаю и с 2014 года, когда происходили подобного рода заявления о том, что Украина не хочет слышать, услышьте Донбасс, услышьте народ Донбасса. Ну, придуман такое вот словосочетание, не носящее никакой субъектности, народ Донбасса. Это то же самое, если бы сейчас Украина говорила о каком-то народе Кузбасса, или народе Приморского края, например, или народе Зауралия, или уральский народ. Кстати, вот недавно Путин заявил, что необходимо пресечь попытки активизировать всю эту мразь. Ну, понятно, тех, кто пытается расколоть российское общество. Предлагаю послушать сейчас. Электремизм. Число подобных преступлений за прошедший год также выросло. И, конечно, нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество, использовать как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобия. Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны. А сейчас попытки, конечно, наиболее активные, попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле. Как и прежде, самое серьезное внимание следует уделять вопросам обеспечивания экономической безопасности и борьбе с коррупцией. Я напомню, что накануне кремлевский диктатор вдруг заговорил о развале России. В частности, глава Кремля заявил, что Запад якобы стремится поделить бывшие СССР и Россию на касты. Диктатор уже признал, что Россия не является частью цивилизованного мира. Помните, после обращения к Федеральному собранию, после Лужников у него было интервью с одним из пропагандистов, в котором он говорит о том, что Запад пытается раскассировать Россию. Интересный такой новый термин придумал Путин. Может быть, это, скажем так, военная терминология, которую сейчас использует Путин в своих месседжах. Но, тем не менее, давайте поговорим о терминах, которые сейчас использовал Путин. Это сепаратизм, это неонацизм. То есть, фактически, я так понимаю, он пытается переложить ответственность на западные страны, что это, дескать, они пытаются в России устроить там какие-то сепаратистские настроения и продавливать развал России. Например, мне понравилось его словосочетание «активизируется мразь». Главное, мразь в стране уже активизирована. Вот что самое интересное. И вот она стоит, ровно это и вещает. Я думаю, что по поводу того, что они все в их понятии отрицательное перекладывают на Запад, это давно делается, это понятно, в этом ничего нового нет. Тут другое немножко так вот уже интересное наводит на мысли. То, что он действительно неоднократно за последний день говорит о том, что страна может дезинтегрироваться. Понятно, в том ключе, что нельзя ни в коем случае этого допустить. Мы же понимаем, что страна может дезинтегрироваться исключительно в результате поражения России в этой войне. Тогда действительно шанс этого велик. Есть некоторые ощущения, что на каком-то там подсознании они уже пытаются к этой теме начинать подползать. То есть даже где-то можно начать думать, что они свое собственное поражение больше не исключают. Если до этого момента в общем-то они были в таком состоянии отказа касательно этой темы и этой перспективы, то есть такое ощущение, что вот они уже начинают как бы ее инкорпорировать эту перспективу в свою сегодняшнюю, в свою жизнь, даже в свою риторику. Естественно, не напрямую, но между тем. Потому что настойчиво он говорит о том, что вот страна может развалиться и нам ни в коем случае гады, сволочи, конечно же, это будет все на западниках и нам надо ни в коем случае этим мразям не дать это сделать. Но там вот есть другая подоплека, подтекст всего этого. Ну и превентивно, конечно, они стараются, я думаю, что если он так это настойчиво сейчас повторяет эти дни, ну ему и посоветовали, я думаю, начать это реально вот акцентировать на этом внимание, вербализировать это для того, чтобы начать закладывать концептуально в мозги россиян то, что здесь развал страны это ужасно, это плохо, это крах, это конец, то есть, чтобы это вот тоже вот в такую чернуху превратилось в мозгах людей, потенциальное, скажем, желание кого-то отделиться, и вот они превентивно уже сейчас на это начинают работать, чтобы это центральная Россия воспринимала как нечто апокалиптическое. Вот как я это вижу, что, во-первых, они готовятся, возможно, именно к этому и готовятся, понимая, что у них, возможно, не самая уже радужная теперь перспектива на фронте, и, второе, чтобы заранее, делать так, чтобы россияне противились возможным отделениям тех или иных регионов и так далее. А есть ли вероятность, что это такая себе подготовка к последующим репрессиям внутри самой Российской Федерации? Я понимаю, что значительная часть уже уехала, кого-то посадили, кого-то убили, всем заткнули рот, но, тем не менее, вот этот образ врага, которого ищут и на Западе, и внутри российского общества, он же должен чем-то все время поддерживаться, какими-то новыми именами, новыми лицами, людьми, и вот есть ли вероятность того, что это все-таки какой-то такой стартовой, стартовая площадка перед последующим усилением давления на общество российское? Ну, во-первых, мне кажется, репрессии-то, в общем-то, не останавливались, и выявление врагов среди нас, в кавычках, да, беру, тоже не прекращалось, они продолжают постоянно задерживать людей, проводить, там, не знаю, обыски и все остальное, и сожрать, конечно же, тоже, поэтому здесь-то, в общем-то, даже послушав вопросы на улицах городов, во-первых, они стараются не отвечать, но когда их спрашивают что-нибудь такое, даже, скажем, отдаленное и не связанное напрямую с войной, где-то там все равно проскальзывает, что, ой, а можно ли об этом говорить, ой, а, наверное, вообще лучше, то есть люди запуганы действительно настолько, что мало кто себе позволит там сильно рыпнуться. В этой связи, я думаю, что, конечно же, все эти репрессивные машины продолжат работать так или иначе, пока из Путина будет работать репрессивная машина. Здесь вопросов даже, ну, быть не может, не возникает, да, к сожалению. Никакой же либерализации при Путине не случится, очевидно. Просто продолжат уезжать все больше людей, да, а то, что они будут следующий заход делать через вот эту вот концепцию развала России, вот там, те или иные группы хотят развалить Россию, ну, может быть, но, в принципе, по всем многомыслящим они могут пройтись и под любым, по большому счету, предлогом, поскольку сдерживающей никакой силы против этого сейчас нету, они могут придумать что угодно, что эти люди хотели замучить до смерти Чебурашку, например, и тоже за это посадить, и народ это тоже все съест и все пройдет, поэтому, в принципе, концепция за репрессиями может стоять любая. Ну, вот, если ты живешь в определенном обществе и сообществе людей, своих граждан, соплеменников, земляков, и ты принимаешь всю ту картину, которая происходит внутри государства, ты принимаешь не только эти правила игры, а ты принимаешь и делишь с ними все невзгоды, которые они получают от вот такой ситуации, которую привело вот это правление диктаторское, это одно, а если ты отделен от этого общества высокими стенами, дорогими часами, крупными щитами, виллами, яхтами, вертолетами и прочее, то, конечно, совершенно другая картина получается. Я к чему подвожу? Вот появилась новость о том, что Алине Кабаевой построили отдельный терем рядом с домом бункерного на Валдай. Это говорится в расследовании издания Проект. Как выяснили журналисты, любовница Путина также принадлежит самая большая квартира России площадью 2600 квадратных метров в Сочи с бассейном, кинотеатром и собственной вертолетной площадкой. Проект нашел у Кабаевой и множество других объектов недвижимости общей стоимостью около 120 миллионов долларов. Все это ей досталось от Путина и его друзей. Я не хочу проводить параллели сейчас с коммунистическими лидерами, которые тоже имели достаточно в своем арсенале всех ресурсов для того, чтобы жить припеваючи и устраивать своих родственников. Но вот это это уже наглость высшей степени. Потому что ну мне вот интересно на что надеются эти люди если вот эта голодная толпа придет у них просить и она же их просто разорвет через какое-то время. Я думаю, что Путин в общем-то презирает это мое глубокое ощущение, что он презирает российский народ. Презирает. Потому что а, так над ним издеваться, б, так его не уважать при том среднем низком уровне жизни, будет так сказать, средний уровень жизни, России где-то низкий уровень жизни. и утопать в такой роскоши, причем неприкрыто уже, уже давно выходят эти расследования, много уже лет все это всем известно. И в России по этому поводу народ ничего не сделал, никакая разъяренная толпа никуда не побежала. Конечно же, я думаю, что он народ презирает по большому счету. Может быть, поэтому он его и не жалеет, если там миллион погибнет в Украине, ну и бог с ними, зачем они там, они стоили не больше таракана все эти люди. Это я с позиции Путина, да? Поэтому я думаю, что они не видят для себя такого сценария, что к ним придут с виллами. Или они, я так полагаю, считают, что они вовремя успеют от этих вилл исчезнуть. Если вдруг такое каким-то невероятным образом бы произошло, то они на своих частных джетах вовремя улетят. И, собственно, давно об этом ходит такая байка о том, что когда во Внуково выстроятся один за другим сотни джетов, надо понимать, что все, режим падает. Даже все бы готовились к вылету. ну и, собственно, вот, да. Поэтому здесь, я думаю, что им по как это выглядит, им все эти расследования давно по барабану. Именно потому, что народ на них тоже реагирует, но никак. Да, конечно, наверное, кто-то там покурчит. А для кого-то это вообще подсматривание просто в замочную скважину. Вот и все. И не более даже того. Даже без большого там какого-то безумного возмущения от того, как позволяет себе жить власть воров, да, в сравнении с остальным, в общем, нищенствующим народом. поэтому, к сожалению, это не больше, чем развлек для очень многих россиян. А то, что сам факт того, что вот он напокупал через, в общем-то, не от себя, да, через друзей, мы знаем давно этот механизм, как это делается, своей любовнице или любовницам, вот эти несметные богатства, ну, вот такая вот, да, уже за гранью коррупции, за гранью даже наглости, слово, которое вы упомянули. Это где-то уже когда-нибудь это будет в книжках как такой вот самый экстремальный вариант отсутствия совести. Их будут там фотографии, значит. Я вспоминаю 2014 год, когда в Украине в эти дни происходил Майдан и одновременно аннексия Крыма, убийства сотен людей на улице Киева, которые вышли за свободу. И когда обижал Янукович со своим награбленным добром, там его встречали путинские ФСБшники, наши активисты майдановцы, они отправились на одну из дач Виктора Федоровича Януковича в Межигорье. И то, что увидели на этой даче, ну, не только на его дачу, была дача и генпрокурора Пшонки с его золотыми батонами и унитазами, и то, что увидели на даче у Януковича эту ферму страусов, эти пеньки, по которым бегал Янукович, личные заправки, ну, там всякого добра было понемногу в большом количестве, но тем не менее, знаете, это стало музейным экспонатом на самом деле, и туда до сих пор по возможности отправляются экскурсии для того, чтобы вся Украина и те люди, которые приезжают в Украину, посмотрели, что делала украинская власть вот в тот период и как она обогащалась и для чего это все нужно было. Я вот, например, до сих пор не могу понять, зачем генпрокурору Пшонки был золотой батон. Это какой-то символизм или что-то такое? А, это у Януковича мне подсказывают. У Пшонки были лепнины и картины в каком-то таком стиле. У нас в Украине назвали этот стиль БКК. Я вот себе представляю такую картину, когда разъяренные россияне откроют все эти дворцы, подкрывают все эти погреба и посмотрят, что от них пряталось. Это же все за их счет, за их деньги, за их дороги, садики детские, больницы, школы, за их развитие, за их образование, движение вперед, за их аэропорты, нормальные дороги. Что вы думаете? Когда-нибудь это будет, когда-нибудь они это увидят поочию, но может быть вы помните, что ФБК делал расследование дворца Навального, дворца, прошу прощения, естественно, Путина. Уж у Навального сейчас не дворец. Да, совсем, я бы сказал. И там они сумели в общем-то отмоделировать интерьер дворца. И там там в общем-то они показывали даже, как это выглядит. Ну и специально наняли агентство, которое сумело это сделать так, что эти картинки, хотя это не фотографии, но ощущение, что это прям фотографии. То есть мы видим, как это все выглядит. Это роскошь. Ну, конечно, мы там не видим, какие стоят статуэтки или тоже булочки, значит, лежат где-нибудь или что-то еще. Это мы не видим. Это еще когда-нибудь эти всякие нюансовые вещи мы увидим. Но между тем, в общих чертах понятно, какой они выбирают с натяжкой, называя это стиль в своем интерьере, ну и тому подобное. Все видели часы. И специально, опять же, те, кто занимается расследованием коррупции, показывали усыпанные бриллиантом часы на руках, начиная от Путина, кончая патриархом. То есть люди визуал уже перед собой представляли. Почему-то это их ни на что не сподвигло. Конечно, когда все в России, режим, скажем так, в России рухнет, и действительно открыты будут вот эти, все тело бегут, не знаю, там уже что будет с частной собственностью в смысле перехода к кому или просто национализации. Это третье дело. Ну, значит, ну и конечно все эти моменты, я думаю, что тоже должен быть музей, музей путинской коррупции. И вот там это все должно, конечно, предстать, в том числе с точки зрения некого такого дровоучения, безусловно, потому что к этому возвращаться категорически невозможно. Но мы вообще так далеко еще мыслить пока, я думаю, нам трудно, потому что еще даже война, к сожалению, не закончилась. Но в перспективе все это будет, и потом когда-нибудь люди будут над ними смеяться, над этими сегодняшними коррупционерами. А сегодня, к сожалению, пока смеются над народом они. Знаете, в то же время, когда вот эти все приспешники кремлевского диктатора обогащаются, они там строят себе замки, им же нужно какую-то картинку показывать, им нужно чем-то кормить свой народ. и телевизор, я так понимаю, уже не справляется с этим. Тут в Минобороны и Минкультуры формируют определенные агитбригады. Они должны заниматься поднятием боевого настроя с помощью духоподъемных речей. Вот так вот эта цитата, духоподъемные речи. О совместной работе с Минобороны заявила в эфире России 24 министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. По ее словам, артисты сами просятся в такие агитбригады, чтобы помочь агитбригады занимаются поднятием боевого настроя призывников. Об этом рассказали в администрации президента. За их работу отвечают вице-губернаторы по внутренней политике. Насколько мне известно, по-моему, Чечерина сейчас в каком-то туре по России и в некоторых регионах они не могут собрать ни одного человека в зале. То есть там даже не то, чтобы билеты не продаются, они просто людей попросить прийти бесплатно на этот концерт не могут. Интересно, а кто будет в этих агитбригадах? И опять-таки это же за чьи-то деньги будет. Ну, вот от культуры так называемой я даже не представляю, кто может поехать. Что может поехать любое, это я себе представляю. По-моему, это с Министерством культуры не напрямую связанное уже сообщество, можно сказать, хотел сказать, бандитов, ну, в общем, очень плохих, нехороших людей, на мой взгляд. Поэтому, кто там может, я думаю, что попсу какой-нибудь, конечно, будут отправлять стараться, потому что я не знаю, в глубинке российской сильно хотят видеть, не знаю, там, Гамлета в той или иной, значит, сегодняшней современной версии, или какую-то российскую классику, я не знаю, а вот какой-нибудь попсу, или там, типа, любое что-нибудь, я думаю, вполне себе все-таки можно зайти, и они пока просто не очень хорошо справляются с этой поставленной задачей, задачей. Та же самая вот эта госпожа Любимова, которую вы назвали, конечно, поразительно, когда люди, которые как бы должны быть, ну, довольно интеллектуальными, интеллигентными, если они работают в Министерстве культуры, но вот не получается. Это как прачечная, помните анекдот? Ну, а в чем культура, действительно, этих агитбригад? Это какой-то такой пережиток советских вот этих времен, когда людей загоняли в колхозы и ездили по полям, чтобы их каким-то образом агитировать, потом эти агитбригады начали появляться на фронтах, для того, чтобы каким-то образом хоть развлекать советских солдат, которые там женщин не видели. Ну, я вспоминаю еще, возможно, там в 70-е, 80-е какие-то агитбригады, но это уже каждый колхоз имел в своем арсенале какой-то клуб сельский, и там тоже были определенные работники от Министерства культуры, которые занимались как раз вот такими вот вещами. Они там, опять-таки, назвать их агитбригадами было сложно уже на тот период времени, а тут, видите, вот такие какие-то переходные агитбригады будут ездить по фронтам. Вот интересно, кто это хавает? Я думаю, что они, кстати, вы правы, потерялись во времени, потому что одно дело эти агитбригады 30-40 лет назад, а другое дело сейчас. Совершенно по-другому воспринимают информацию и интересуются другими вещами сегодня люди. Поэтому я подозреваю, что, пока мы говорили, возникло такое подозрение, что прачечные, которые Министерства культуры, просто решили сами вписаться в тему, чтобы не потерять возможность и тапнуть, и выставить себя правильным задом, значит, кем надо. И просто поучаствовать самолично. У меня такое ощущение, потому что, по большому счету, конечно, даже администрация президента все-таки делает ставку. Помните, такой сейчас появился шаман, молодой, красивый, как бы там, парень, который несет всякую ересь, но вот его сейчас адски пихают, потому что, конечно же, его будет слушать молодежь, а не какого-нибудь артиста из театра Моссовета, значит, который приедет с монологом из Евгения Онегина. Поэтому я думаю, что Министерство прачечный, они, значит, просто сами решили не упустить момент. Но эффективности там, я думаю, не будет никакой. Спасибо вам большое, Наталья, за этот комментарий, что вы присоединились к нашему стриму. Наталья Пелевина, член Польсовета партии Парнас, была с нами на связи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова